Добрый день, поваженные подписчики канала Процветок. С вами Вольга Дуброва. И я широ витаю вас с моей неспокойной Беларуси. Як бачите, мы живем. Я упоўнена, что любоў до кветок и инших рослин это тое, что нас буде объедновывать, не глядяши ни на что. А леш про кветки. На дворе золотая осень с богатейшей палитрой красок. И я хочу рассказать про растение, которое может поспорить с золотой осенью и отличается невероятной окраской листвы с разнообразной формой и размером листвы. Это, как вы уже поняли, колеус. Наш знакомый колеус, который с каждым годом становится все загадочней, все красивее и красивее. Сначала немножко теории. Для того, чтобы упорядочить наши знания, что из себя представляет колеус. В природе это травянистый полукустарничек, потому что он от основания древесневает, полуодресневает. Даже можно увидеть это в комнатных условиях. Из всех многочисленных, порядка 120-150 видов, которые известны, прижился в культуре и озеленении, колеус Блюма по имени ботаника Блюмая, который его открыл, выделил и дальше понеслось. Многочисленные сорта и гибриды. Следующий вид – это колеус Ренельта. Такая группа. Это колеусы, которые ведут себя как ампельные растения. И благодаря строению и росту побегов, они могут в процессе роста и в процессе нашего ухода, обрезки, принимать разнообразную форму. Соответственно, мы их можем сажать не только в горшочки на подоконнике, но также в подвесные кашпо и различные корзины, напольные вазы и так далее. Еще одна интересная, это даже не группа, это настоящий вид, потому что ботаники никогда не угомонятся и будут дальше и дальше исследовать различные виды. Им же тоже надо работать. Это колеус Фрасколя. Фрасколя – это настоящий истинный вид, потому что другие колеусы сейчас перенесли уже совершенно в другой род, а это настоящий колеус Фрасколии называется. Вот у меня такой экземпляр есть. И внимание. Внимание почему? Потому что, во-первых, отличается необычной окраской. Ровненькая, такая вот мятная, нежно-зеленая окраска листвы с очень специфическим ароматом. Все колеусы, потому что колеусы относятся к семейству губоцветных, и семейство губоцветных характеризуется тем, что многие растения обладают специфическим ароматом и определенными свойствами. Так вот, еще один раз заостряю ваше внимание, что колеус Фрасколии сейчас очень активно используется как жиросжигающее средство. Рецепты давать не буду, потому что мало ли дойдете до анорексии. Следующая группа – это, собственно, тот колеус Блюме, на основе которого выведено большое количество сортов и различных линий, гибридов. Это самая многочисленная группа, потому что большинство колеусов, которые используются в цветоводстве и озеленении, произошло именно отсюда. Они отличаются различной высотой. И так условно можно разделить на высокие, средние и низкие. Высокие – это 60-80, средние – 30-50, и низенькие – это до 30 см. Поэтому, когда вы выбираете сорта, то обращайте внимание, что если выращивать будете для дома, на окошке, на балконе, то, конечно же, надо выбирать низкорослые. Они и так как бы при недостатке света вытягиваются, поэтому выбирайте низкорослые сорта из этой группы. Еще одна такая группа выделена – это колеус, который называется сабле, и представляет из себя миниатюрные растения высотой 10-15-20 см. То есть это низкорослые карликовые растения. Очень приятно с ними жить, ухаживать за ними, потому что они сохраняют компактную форму. Вот, например, такой образец, который называется фанси. И здесь тоже разнообразная форма листьев, разнообразный размер листьев в этой группе. Интересная, не для всех, конечно, подойдет, но если для ландшафтного оформления, то такая линия, которая называется либо аватар, она будет называться, либо конг. Здесь, конечно, так как маленький горшочек, черенок был посажен в начале сезона, поэтому не очень отражает всю мощь этого растения. Но высота его достигает порядка 80 см. Листья при этом огромнейшие и невероятных окрасок. Конечно, основная окраска – это будет зеленая и бордовая. Черенок у меня, конечно, здесь не характерный, чтобы не портить пока еще внешний вид. Я вырвалась с теневой части, поэтому когда колиусы растут в тени, у них немножко теряется окраска. Но вы можете видеть размер листа. Вот сравните с этим карликовым, что из себя представляет лист у конга и лист у фанси. Это вот такие основные группы, которые могут встречаться в реализации где-то, либо в садовых центрах. Самая распространенная серия – это серия Визард колиуса Блюма. И в ней, естественно, много, наверное, штук 6 или 8 различных сортов. Начиная от нефертити с зелененьким листиком, с таким нежно-салатовым листиком золотистым, который ярко окрашен. И при этом стволик у него тоже окрашен таким антонциановым, бурочковым цветом. У более старых экземпляров бордовый окрас перемещается на листья и выглядит очень необычно и нарядно. Также там входит вечерний закат, пинеэппл, вельвет, который в самом каталоге будет называться, как он будет называться в каталоге? Скарлетт будет называться. С такой вот насыщенной, сплошной окраской листвы, совершенно бархатной. Нехарактерная окраска, потому что черенок, и потому что в определенном коме земли растет, и освещение уже немножко не то, а так совершенно насыщенная бордовая окраска листвы, которая очень привлекает, притягивает глаз. Что еще можно рассказать из теории? То, что сейчас кулиусы, не только сейчас, а уже порядка 10 лет, кулиусы очень востребованы на рынке и у селекционеров, и особенно у селекционеров американских. У них даже выведена серия, которая называется «Сан Кулиус», экземпляры которой устойчивы к яркому освещению. Потому что, если говорить уже об агротехнике, то кулиус хоть и любит освещение, много, чтобы было света, но при этом на ярком солнечном освещении он будет чувствовать себя немножко угнетенно, будет немножко теряться окраска листвы. Будет она нехарактерная для определенного сорта. Так вот, эта серия позволяет выращивать именно на полном солнечном освещении. Преуспели также японцы. У них они любят баловаться с карликовыми сортами, очень много выводят. И для того, чтобы кто-то, может быть, хочет, как говорил герой фильма, усилить впечатление от кулиусов, я вам порекомендую вот такой сайт, называется «Колиус Файндер». Ну и так далее. И там вы найдете, ну, просто вот исчерпывающую информацию по этим растениям. Там собрано больше тысячи фотографий, больше 1200, кажется, сортов с полнейшим описанием. И, идя там по определенным ссылкам, вы сможете изучить, ну, просто все про него. Поэтому, как видите, как палитра богатая, так вот на этом сайте вы найдете богатейшую исчерпывающую информацию. Ну, а что делать осенью с кулиусом, спросите вы? Осенью, возможно, если кулиус рос у вас в грунте, то, несмотря на то, что серия «Визард» и вообще кулиус «Блюма» достаточно устойчивые растения, но в осенний период, если вы хотите сохранить, то необходимо все-таки не дожидаться понижения температуры ниже 12-13 градусов, занести его в помещение. Хотя в плане декоративном, если у вас нет таких планов сохранять, кулиус будет выдерживать температуру даже 4-5 градусов и чувствовать себя вполне декоративно и украшать цветник или еще какой-либо уголок вашего сада или балкона. Выкопали из грунта. Вот я выкопала экземпляр. Ну и давайте его посадим, на зимнюю квартиру отправим, посмотрим, что с ним следует проделать. Я его выкопала из почвы. Аккуратненько, видите, корневая система не такая уж и мощная, поэтому легко поддается выкапыванию. Можно выкопать обычной лопаточкой, не надо прибегать к большой лопате. Естественно, мы удаляем всякие увядшие, что-то обломалось у нас в процессе, убираем. Если вы обратите внимание, он, конечно, слегка в процессе роста формировался, поэтому он не вытянут, не переросший. И, в принципе, удалять здесь так, чтобы вот уже кардинально вроде бы и нечего. Но все-таки мы кое-что удалим. В процессе роста удалялись соцветия, чтобы образовалась более пышная, красивая листва и было как можно больше побегов. Потому что, ну, считается, что да, на первом месте это декоративная листва. Ну, я тут позволю себе, как ботаник, не согласиться, потому что, да, конечно, в озеленении где-то, наверное, листва играет большую роль. Большая палитра окрасок позволяет нам комбинировать колиусы с различными растениями. Он хорош как в композициях, так и сам по себе. Но если где-то в озеленении, в большом массиве, а что такое большой массив? Это даже 15-25 растений. Колиус образует соцветия, которые могут кому-то казаться. И всегда пишут о том, что соцветия не привлекательные, некрасивые, не имеют декоративной ценности. Но они различного размера, различной окраски. У кого-то, в зависимости от сорта, насыщение окраска, у кого-то более блеклая, у кого-то цветонос удлиненный. У некоторых сортов он совершенно укороченный и сидячий получается. Но в любом случае, вот такие колоски, если нет особой цели для того, чтобы потом как-то его сохранять, сам кустик из этой группы, то я считаю, что он очень декоративно смотрится и украшает цветник. Потом, по мере того, как они отцветут, можно их и обрезать без вреда для растения. И оно дальше будет радовать своей декоративной листвой. Но это дело вкуса и вообще ситуации, в которой находятся растения. Дальше будем работать с этим кустиком. Те корни, которые излишне свисают, чтобы они в горшке не загибались, потому что когда они загнутся, я имею в виду, что они согнутся, они будут чувствовать себя плохо и, возможно, даже может наступить загнивание. Поэтому мы так щадяще обрезаем по кругу земляного кома. Ну вот мы их немножко обработали. И смотрим. Зима такой период, когда мало освещения, в любом случае. И не будем же мы еще и колюс подсвечивать, потому что растение неприхотливое, и все равно в весенний период мы сможем взять с этого кустика очень много черенков. Но мы немножко проредим, чтобы все-таки было больше света. Так сказать, крону его мы изнутри вырезаем лишние веточки. Кто тут еще просится? Так. Так. Ну вот этот, он излишне кустица. Мы его тоже уберем. Давайте эти верхушки тоже уберем, чтобы они не вытягивались в зимний период. Пусть они сами стебли спят, чтобы весной, с наступлением более длинных дней, тронуться в рост. Ну и сажаем, как обычно. Правило какое? На дно мы положим дренажик, либо газетку, чтобы из этих отверстий не проливалась земля, не просачивалась. Обычный грунт, достаточно рыхлый, питательный, чтобы не было загнивания корней. Поэтому почва должна быть рыхлая. Удобрения мы не сыпем, все-таки мы отправляем его немножко отдохнуть на зимний период. Посадили, сажаем едва ниже того уровня, где он сидел, как он сидел в грунте. Уплотняем с боков, чтобы не было пустот. Уплотнили, досыпали, тряханули его хорошенько, чтобы все пустоты заполнились. Ну и естественно, надо пролить. Как правило, колиусы в открытом грунте при правильной посадке не подвергаются заболеваниям. Из самых злостных вредителей, если это в условиях тепличных хозяйств, могут быть белокрылка, клещик. Но обычные даже народные способы нам позволяют избавиться от этого, потому что вредители как-то, видимо, за счет специфического легкого аромата не задерживаются на растениях колиуса. Пролили, дождались, пока вода пропитает земляный ком до той степени, увлажняем. И когда нам, не то чтобы кажется, когда мы уверены, что все уже пропиталось, мы его ставим на окошко. Пусть сторона будет, где мы поставим достаточно освещенное. Как я уже говорила, что света и так будет мало, поэтому, чтобы было как можно больше освещения. И храним его таким образом до весны. Допустим, кто-то выращивал колиус на окошке, но здесь, конечно, не самый худший вариант. Горшок для него достаточный пока что. Что мы сделаем с ним перед зимовкой? Мы немножко берем какие-то листики, которые кажутся нам поврежденными. Даже если есть малейшее повреждение, мы все равно это убираем. Где-то что-то подсохло в результате неправильных манипуляций. Может быть, было очень влажно, очень сухо, видите, края листиков подсохли. Вероятно, было какое-то недоразумение с ним произошло. И верхушку, так как она уже вытянулась, мы также обрезаем. Что делать? Ну и все. Он уже готов для того, чтобы ему зимовать. Пусть он кустится, а весной здесь из пазух пойдут молодые побеги. Мы его где-нибудь в феврале месяца, в начале февраля подкормим, чтобы они были сильными и начнем с него крышить череночки. Черенки, которые мы обрезали, можно даже и в этот период пустить на укоренение. Как мы будем готовить черенок? Да, как обычно. Вот я убрала нижние листья, там в пазухе малыш какой-то хочет расти еще. Обрезаем. Обрезали. Эти листья очень кучерявые, они также будут отнимать много питания. Этот листик я уберу. Эти листики я вот так обрежу. Не переживайте, что он будет не очень красивый, но такая стрижка поможет ему лучше укорениться. Все, мой черенок готов. Ставим водичку. Наверное, недели три назад нарезал черенков. Мне жалко, не то, чтобы я специально их резала, но вот они у меня появились. И жалко было их как-то выбрасывать. И думаю, чтобы было меньше с ними хлопот. Я сделала вот такой укоренитель, так сказать. Фольгу натянула на баночку. Немножко сделала углубление, потому что, естественно, что испарение будет происходить за счет транспирации листьев. И чтобы не поднимать, каждый раз не доливать, поливала прямо на поверхность. И вода через отверстие проникала туда. Прошло дней 20. И смотрим, что у нас получилось. Получилось у нас вот что. Все черенки дали вот такие замечательные мощные корешки. Такая навесная конструкция позволила мне то проделать, чтобы листья, допустим, сосуд высокий, много воды, чтобы листья не опускались, чтобы стебелечки, когда черенок, если мы так вот положим, он, соответственно, изогнется. И потом неудобно и некрасиво будет при посадке. Теперь я просто разрываю эту фольгу для того, чтобы освободить. И у меня получаются вот такие красавцы. полиус хорош тем, что с ним можно проводить манипуляции в любое время года. Будет быстрее, медленнее происходить укоренение, но оно обязательно будет происходить. Это очень приятно, когда есть результат, потому что когда мучаешься, мучаешься, создаешь условия. Вот он сидел как-то, видимо, недоставал водички совсем на краю, но все равно корешок у него образовался. А у этого посмотрите какое чудо. Такая развитая корневая мочковатая система. Так, проделали. Было еще два малыша из пазухи я удалила. Ну и тоже как-то рука не поднялась, сколько у настоящего ботаника от них избавиться. Думаю, ну красавчик же все-таки. Поэтому я посадила прямо в торф смешанный с обычной землей с почвой. Они, конечно, на первом этапе ушки опускали, сверху и ничем не прикрывало. Они опускали ушки, выглядели очень печально и казалось, что все с ними будет плохо. Однако, как видите, посаженные в один срок, совершенно маленькие экземпляры, они тоже сформировали хорошую корневую систему. То есть методы любые хороши. Для того, чтобы не столь было печально смотреть, когда сажаете в почву непосредственно, здесь у меня перли был добавлен для того, чтобы влага лучше сохранялась в почве. Можно сверху прикрыть какой-либо баночкой пластиковой, сделать там в ней пару отверстий, либо разрезать бутылку и сделать такой колпачок. Но это уже кто вообще очень трепетно относится к таким растениям. Я его пока верну обратно. Ну и, конечно, чего же их мучить? Мы их также посадим в горшочки. Для таких экземпляров, которые высотой 10-15 см, будет достаточно вот такого горшка. Он также высотой примерно 10-12 см. Для того, чтобы корневая система там не подгибалась и было до весны, где ему развиваться. Весной, где-нибудь в марте месяце, мы его пересадим в горшок большего диаметра, на размера 2 больше. Так, чтобы зазор между этим горшком и следующим был примерно на толщину нашего указательного пальца. На дно можно дренаж, можно без дренажа. Вы поставите в поддончик, и он у вас будет расти замечательно, потому что водичка лишняя будет стекать в поддончик. Можно даже вот такие сильно вытянутые корешки, которые в любом случае подогнутся, мы их немножечко обрезаем. Это будет стимулировать образование придаточных боковых корешочков. Придерживаем, серединку поставили. Все корешки, которые образовались, потому что иногда они образовываются и в междуузлях, которые мы обрезали там, где мы обрезали листики. Поэтому, чтобы сохранить все корешки, мы заглубляем по то место, где образовались корешки. Все готово к зимовке. Конечно же, проливаем его. Если у нас есть название сорта, мы ставим туда этикеточку с названием сорта, если это для кого-то важно, и таким образом сохраняем до весны. И потом используем по своему усмотрению. Вот такая экскурсия про колиус. Мне кажется, очень увлекательная, потому что очень разнообразный мир, как вы заметили, и очень легко поддается уходу и различным манипуляциям в различное время года. Поэтому, пожалуйста, примыкайте к любителям колиуса, пишите нам, ставьте свои лайки. До новых встреч!